Первый сезон премии мотоцикл года, единственного конкурса двухколесной техники в России, подошел к концу. Победители 14 номинаций названы. Так, больше всего наград, а именно по три, у компаний Triumph и Honda. Что касается британцев, то их Speed Triple 1200 RS стал лучшим Super Naked'ом. Trident 660 среднекубатурным Naked'ом, а Rocket R3 Black круизером. У японцев же отличились CRF 300L Rally лучший малый туристический эндуро, GL 1800 Goldwing туристический мотоцикл и PCX 125 победивший в категории скутер. Две награды забрала компания BMW. G310R назвали лучшим малокубатурным дорожным мотоциклом, а M1000RR лучшим спортбайком. Две победы и UC Margle Electro. SE R3 выиграл в номинации электрический дорожный мотоцикл, а EMAX DWX 250 электрический эндуро. Мы очень гордимся и благодарны за приглашение, за выбор нас номинантами этих премий. Спасибо за то, что поддерживаете наше направление, поддерживаете его эмоционально. Мы делаем технику для драйва. То есть это то, что делают мужчины настоящими детьми и мужчинами одновременно. В номинации эндуро победил TM Racing 2021, а лучшим большим туристическим эндуро признали Harley Davidson Panamerica. Yamaha Tracer 9 взял главный приз в категории кроссовер, а CF Moto 650 GT получил звание лучшего китайского мотоцикла. Очень хорошее мероприятие. Думаю, что будет большое будущее. Возможно, в этом году было не так много представителей. Надеюсь, что в следующем году посмотрят на наши вот это мероприятие, оценят и еще люди подтянутся. То есть в любом случае, чем больше участников, тем интереснее. Я очень надеюсь, я очень надеюсь, это не просто сделать, но я надеюсь, что мы сможем сделать жюри зрительское. Потому что выбор экспертов и выбор журналистов, выбор блогеров – это, конечно, очень хорошо. Но у нас мотоциклы и рынок мотоциклов. У нас покупают мотоциклы обычно простые люди. Добавим, что премия «Мотоцикл года» построена по той же схеме, что и аналогичные конкурсы для автомобилей. Жюри выбирает победителей из тех моделей, что в уходящем году дебютировали, обновились или обзавелись новыми опциями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!